Итак, еще один урок потрясающей недельной главы Ваигаш. Пример, касающийся Йосифа, как вести себя в трудные времена. Как в темное время, когда не все кажется светлым, когда есть проблемы, как себя вести. Обратите внимание, Тора не пытается предложить или устроить утопию. Наоборот, она пишет о суровой правде жизни, окружающем нас мир. Более того, неутешительные совершенно о человеке вещи пишет. Потому что с юности побуждение человека это зло, написано в книге Брешит. Это в первых страницах Торы. На последних страницах сказано, вы развратитесь и сойдете с пути. То есть, нам честно описывают суровые реалии нашего мира, не щадя ни людей, ни праведников. Есть еще интересные слова. Ибо я знаю, после моей смерти вы развратитесь и сойдете с пути. Это трагедия. Маше 40 лет трудится в поте лица. И в конце признает, что не долгновечно, не все его построение. После него приходит Иошуа, который видел, что делал Господь. Но после этого так и произошло, как стало Маше. Можно считать, что подобные высказания это пессимизм или выражение отчаяния. Но, в действительности, народу было предоставлено через Маше силы и возможности преодолеть будущие трудности. Тора закладывала вот как раз в эту систему, в систему мира, трудностей и рассказывала нам, как с ними справляться. Если бы мы не слышали предупреждения, нам бы показалось в любой нашей проблеме, все рухнуло. Когда вначале все идет хорошо, а потом наступает период неудачи, можно подумать, что это провал и всему конец. Такое ощущение часто возникает у людей. Но вот тут именно Тора поэтому и говорит. Заранее готовит всех народ и отдельного человека к возможности падения. Это проявляется в разных областях. В войне побеждает армия, которая окажется там лучше, преодолеет трудности какие-то. В бизнесе остаются те, кто заранее готов к тяжелым временам, кто умеет переносить потери. Человеческая жизнь это и падения, и беды, и спуски. Никто не просит о них, они приходят сами по себе. Но человек должен быть готов к ним, это колесо, жизнь это колесо. И поэтому Маше, когда в своих словах, он не стремится там что-то предвидеть, не пытается каким-то образом там что-то такое рассказать. Нет, он просто готовит людей к грядущим неприятностям. Потому что если они не хлопнут внезапно, людям будет казаться, что мир рухнул. Смотрите, у всех бывают минуты боли и печали. Люди отличаются друг от друга только глубиной переживаний. Способностью забывать, прощать. Потому что некоторые всю жизнь носят в душе ненависть или обиду, и оно это разрушает их изнутри. Это все равно ненавидеть кого-то, это как в голове у себя поселить кого-то, который у тебя живет. Знаете, еще люди часто бывают задают вопрос, где был Бог, когда я сделал то, а где был Бог в этом, когда я нуждался в нем или тогда, в той или другой ситуации. Это все время задают вопрос. Но ответ тот же самый, тысячу лет. Он просит нас, позволит ему войти уже много-много лет в нашу жизнь. Дать нам возможность почувствовать его. Однако здесь вступает в действие доктрина, на которую он построил мир, непринуждение в духовности. Ему приходится с болью в сердце отступать и ждать, когда человек прозреет. Он хочет войти в нашу жизнь, но мы его не пускаем. Надо вот в таких сложных ситуациях, еще очень важно не срываться на близких. Когда есть сложное время, молитва, разговор с Богом, иногда даже плачь, это намного лучше и лучшая помощь в улучшении духовного самочувствия, чем сердиться на жену, мужа или там, не дай Бог, на детей срываться. Когда человеку плохо, когда вокруг него сгущается тьма, следует искать свет, а не увеличивать тьму. Надо обращаться к Творцу, а не сгущать вокруг себя еще большую темень, обращая сердце в гнев, там еще изливая на близких. Так ты ухудшишь и так непростую духовную ситуацию. Искать виновного это не наш путь, это неправильный путь. Во все моменты жизни искать Бога это самое лучшее, самое правильное направление. И вообще, знаете, разжигать огонь, это не только в субботу запрещено, это вся наша жизнь такая. Слова пророка Хавакука о том, что жить верой основа всего. Когда человек вот разогревает себя в гневе, он теряет ориентиры и уже вообще не знает, Бог с ним или не с ним. Огонь это символ качества суда. Не надо вызывать на себя суд. Среди наших прорцов такого никогда не было. Поэтому вот каждый раз, когда человек начинает кого-то судить, она к нему. Вообще величайшая тьма это когда люди не видят друг друга. Очевидно, это применимо к нашей повседневной жизни в отношении невнимательности, там какого-то, значит, зацикленности на себе. Мы должны уходить от этого. Можно взглянуть еще глубже. Иногда мы думаем, что делаем правильные вещи, занимаемся какими-то возвышенными духовными делами. Из-за этого не в курсе, что в соседней комнате происходит. Мы никогда не должны быть настолько вовлечены в свое духовное развитие, чтобы становиться нечувствительным к окружающим. Надо не концентрироваться еще, вот очень важно, на ошибках других людей. Чтобы их увидеть, не нужен гениальный ум. Настоящий дар это видеть хорошее и укреплять его в нашем сознании. Укреплять в себе все, что ты видишь и в сознании других. Только хорошее. Брахава и Ацлаха. Брахава и Ацлаха.